Подпишите вы, не подпишите. 24 числа компания заходит на территорию нашего комплекса. Когда они предлагают аргумент, сначала, я так понимаю, они должны отчитаться в своей проделанной работе, и куда они делят деньги, а уже потом предлагать что-то другую фирму. А не отчитавшись, и не узнав, куда уж эти деньги и где они находятся, они нам предлагают, получается автоматически, что эти деньги они положат в себе в карман. Купили за свой счет цветы, розы посадили, мы за свой счет отремонтировали калитку, мы за свой счет замазали, закрасили фасад, отремонтировали двери. Двери, я сам лично занимался двери. Мы все делаем за свой счет. Закрытый двор без машин. Вот объясните, как это чудо техники попало на территорию? Как? Получается, просто бездействие управляющей компании порождает анархию. А мы хотим, чтобы наш двор был самый лучший двор в Геленджике. Он заслуживает таким вы. Потому что мы здесь живем постоянно. Значит, работают они очень безответственно. Единственное, у них производится уборка территории, очень хороший дворник, проблем нет. И, может сказать, наверное, все. Потому что основная работа заключается в собрать, скорее всего, деньги и всего лишь. Значит, остальную работу делают только с пендаля. В связи с тем, что здесь у них находится офис. Как они нам обещали, будет и паспортист, и договора. И все будут, они тут, свой будет у них сантехники. Ну, то есть определенный штат в численности. Пока ничего. В наличии одна, единственная представитель, Марьяна Валерьевна, которая поначалу молодец, принимала какое-то действие, какие-то принимала заявления устные, либо по телефону. Что-то делалось немножко. Все, сейчас управленческая компания вообще без них стоит. Управленческая компания, Альвис, Арсенал, они меняются непонятно как. На основании чего, мы не знаем. Значит, внутридворовое освещение отключили где-то в августе. Точно я сейчас не могу сказать конкретно. Вот, посмотрите, у нас фонарей и внутридворовое освещение не работают, не освещают. На что управленческая компания, значит, нам предлагает собрать деньги, больше ста тысяч, значит, в месяц, для того, чтобы у нас было внутридворовое освещение. Но это очень огромная сумма. На каком основании они нам ничего не могут сказать? Просто собрать деньги. Ну, не знаю. Нужно этот вопрос как-то решать. Хочу сказать про наши компании, которые были здесь. Арсенал, Альвис. Отчитались нам, что поставили камеры. Это еще был у нас Альвис. Сказал, что поставили камеры. Вот, пожалуйста, здесь камера. Это чистый муляж. Но отчитались, что камеры будут работать. Ну, и так до сих пор, уже полтора года, они не работают. Жильцы жилого комплекса Аллы и Таруса хотим иметь честную управляющую компанию и хотим, чтобы провелись честные выборы. Мы за! Мы за! Спасибо! Спасибо! Спасибо!